Добрый день! Сегодня у нас очередное экспертное мнение от Эль Пари и поговорим мы на тему акций компании Роснефть. На первых майских торгах бумаги компании Роснефть подорожали более чем на 6%. Причина очень хорошая новость от компании. До конца года Роснефть собирается сократить долговую нагрузку минимум на 500 миллиардов рублей. Ну и конечно байбэк на 2 миллиарда долларов. Байбэк будет идти в 2018, 2019, 2020 год. Относительно недавно Роснефть заявила, что будет отдавать половину консолидированной чистой прибыли в виде дивидендов. Хорошая текущая конъюнктура, слабый рубль, дорогая нефть. Ну и конечно Роснефть основной бенефициар политики ресурсного национализма. С нашей точки зрения, долгосрочный таргет примерно на окончание байбэка 1000 рублей. Сейчас акция стоит около 400. Есть еще один важный момент. Роснефть, пионер народных IPO. Цена размещения в свое время 203 рубля. Очень хороший профит. Аналогичная история у Сбера. Цена размещения 89 рублей. Сейчас котировка 235. Конечно, в АТБ грустная история. Но не все помнят, что в начале 2012 года миноритарии могли продать свои бумаги назад банку по цене размещения. Правда, не более чем на 10 тысяч долларов. Народное IPO – это в некоторой степени ответственность молодого российского государства перед рядовыми гражданами. После ваучеров и финансовых пирамид государство старается вернуть мелких инвесторов на финансовый рынок. И как мы видим, господин Греф и господин Сечин неплохо справляются со своей ролью. С высокой вероятностью государство вернется к народному IPO. Таким образом, будет расти средний класс, ну и, конечно, пополняться бюджет. Если на вскидку, то с высокой вероятностью можно вывести на народное IPO «Газпромнефть», «Транснефть» или «РЖД». Ну и в заключении, если говорить о компании «Роснефть», есть слухи, что господин Сечин может войти в правительство. Скоро мы узнаем, так это или не так. Если это окажется правдой, то в акциях компании «Роснефть» можно ожидать достаточно высокой волатильности. Ведь никто не знает, кто возглавит «Роснефть» после господина Сечина. С вами был я, Александр Розуваев. Говорили мы на тему акции компании «Роснефть». Удачных сделок! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова